Наверное, мне как художнику сложно говорить о проблеме проституции в современном российском обществе. Но могу сказать, что, с одной стороны, в ряде стран это узаконено. Например, Амстердам. Я не говорю о том, что нужно слепо копировать опыт других стран и регистрировать проституцию как социальное явление, с одной стороны. Но, с другой стороны, это есть и без этого никуда не деться. Если каким-то образом государство будет обращать на это внимание, например, с точки зрения, опять же, если посмотреть одним глазком на опыт западных стран, я знаю то, что у них есть обязательно медицинский осмотр, например, то есть их проверяют регулярно и так далее. Если девушка хочет заниматься этим делом, пусть это не рекламируется широко, например, но раз это существует, ну пусть это каким-то образом немного войдет все-таки в рамки. Потому что получается, что у нас ее нет. Вот как в СССР не было секса, так и сейчас у нас нет проституции. Однако она же есть, да? Каким-то образом мы же все-таки встречаем это где-то на улицах и так далее. Поэтому почему... Я считаю, что если есть, как бы сказать, если это есть как социальное явление, то пусть это каким-то образом будет все-таки присутствовать вот, что называется, в рамке закона. Если есть... Я так понимаю, что существует спрос, да, раз это существует, исключительно исходя из логики. Существует предложение. Пусть это будет каким-то образом в рамках. Это в конечном итоге, наверное, будет лучше для всех. Ну и как бы... Давайте все-таки оглянемся на опыт западных стран. Не слепо копируя его, а может быть что-то оттуда взять, что-то отсюда. И глядишь, проблема решится. Играет музыка. Продолжение следует...